Добрый день! Сегодня суббота и я наконец-то еду стричься. В общем, уже месяц назад мне надо было постричься, но тут были 2 субботы рабочие, потом мы, слово, ездили отдыхать. До этого у парикмахера была у дочки свадьба. В общем, короче, обстоятельства наложились друг на друга, и я хожу вот неподстриженно. Мне очень жарко со своими волосами, и вообще как бы уже они не укладываются ничего. Так что сегодня еду стричься, потом еду к маме. Так, ну все, вышла я из парикмахерской, ребятки, хотела поделиться с вами своими маленькими-маленькими сегодняшними покупками. Я заходила в всеми нами любимый фикс прайс, и купила там, вообще я захотелось за совком. Совок, как известно, быстро ломается, выходит из строя, это такой расходный материал. Я вот купила фирмы Архимед, вот такой маленький совочек, простой, 25 рублей, все удовольствие. В общем-то, всем советую покупать такие вещи в фикс прайсе, потому что смысл переплачивать за них никакого нет. В общем-то, я хотела больше ничего не покупать, но я увидела вот эти тарелки. Фирма Luminar, это хорошая французская фирма, ну, нормальная, скажем так, хорошая фирма. И цвет, смотрите, ребят, там был еще цвет лавандовый, тоже очень приятный, очень красивый, но мне больше подкупил вот этот вот. Что еще, кроме цвета, мне в них очень понравилось? Мне понравилась простая лаконичная форма. Я больше сейчас тяготею именно к таким формам, причем во всем. А в посуде это еще обусловлено тем, что когда на посуде есть всякие, знаете, такие грибаточки, волны, какие-то рельефная поверхность, на всем на этом собирается какая-то, вот знаете, в этих углублениях со временем собирается какой-то желтый неприятный налет. Вы можете сказать, надо лучше мыть, да, надо лучше мыть, может быть. Все это, конечно, отмывается, но все, для всего этого нужно прилагать дополнительные усилия. Нафига? Поэтому вот такие вот тарелочки я купила, очень ими довольна, очень приятные, очень простые. В общем, может быть, еще докуплю другого цвета. И еще в фикс-прайсе, раз уж мы это заговорили, в нашем фикс-прайсе этого нет, скопине, но дочка мне в фикс-прайсе... Уже я ручкой намазала. Дочка в фикс-прайсе мне купила вот такую вот косметичку. Для фикс-прайса вообще отлично, она очень хорошо прошита, вся очень качественно, внутри подкладочный материал. На ощупь очень такая приятная. Ну, я, конечно, уже это прям в моей этой... Испачкаться ручками это нормально, потому что я прям, я же пишу, кругом письмена какие-то. Ну, ладно, это как бы досадная неприятность. Тем не менее, очень хорошая косметичка, особенно то, что она была в фикс-прайсе, стоила, по-моему, 90 рублей, 99 рублей, ну, 100 рублей. И тарелки, кстати, тоже стоили 100 рублей. Так, дальше направляюсь я к маме. Смотрите, как студентов возят домой. Настя, когда мы ездили на юг, она вот так все время сзади машины лежала. И сейчас. Вот как тяжело учиться-то. Я вытащила Настю на велосипедную прогулку обещаниями клубники. Клубники пока не очень много, скажем так. Но все равно мы едем кататься. Мы доехали до Заречного. Видите? И елочки. Настя сказала, я назад не поеду. Кстати, здесь очень близко. Не знаю, что Настя так утомилась. Потому что я не утомилась. Сюда ехать прекрасно. А назад? А назад в горку. Ну, не такая уж там прямо горка. Большая устаю. Как же мы с города с отцом ехали? Да вы поудохшие приехали. Мы вообще дохшие приехали. Вот смотри, мама, у елочек приятенка. Так, зеленый, такой голубоватый и... Голубо-зеленый. Голубо-зеленый. Смотрите, поле. Все засеяно. Настя пошла, как агроном, посмотреть. Рожь это или пшеница. Ну, я думаю, короткая, наверное, рожь. Так, вот тут немного клубники мы нашли. Знаете, я какую заметила закономерно? Что вот в такой травке тоненькой, вот такой. Вот, видите, ее тут везде. Всегда растут или клубника, или грибы. Смотрите, какая прелесть. Василечек. Здесь такие... Ну, это, конечно, не колокольчики. Не, Настя, это какие-то другие цветы, это не колокольчики. И ромашки. Прям российский букет полевых цветов. Прям как песня. Я буду долго гнать велосипед в гусих лугах. Вот мы все время с Настей находили клубнику, а вот это вот земляничка. Ее всегда при Оле меньше. Первый раз я попробовала землянику, когда была в первом классе. Мы ездили с родителями в Ульяновскую область. Это вообще Ульяновская область, это историческая родина наша. То есть мой дедушка по отцовской линии оттуда. Ну так вот, она очень душистая. Она много... Я забыла, Снасть. Конечно, она мелкая, но зато она отрывается без листиков. Мы сегодня с вами смотрели клубничку настоящую, живую. И вот смотрите, какие клубнички сделала Настя. Эта клубничка и листочек к ней, это две брошки. Они как пара. Можно, конечно, носить и по отдельности. У Насти в Инстаграм. Ссылку на ее Инстаграм я оставлю в инфобоксе. Проходит сейчас конкурс. И вы можете выиграть этот комплект. Одну из этих брошей, а вторую получить со скидкой. В общем, переходите по ссылке и участвуйте в конкурсе. На этом до скорых встреч.